что ты кашку готовишь кашку страшно смотри какие вот я боюсь таких людей вообще блин привет мои хорошие с вами сирена свей и знаете какая идея у меня появилась снять для вас неделю влогов на самом деле много кто это снимал я такая думала ну может быть не особо интересно но на самом деле сейчас летой происходит каждый день что-то интересное мы вот уже третий день на самом деле с кристиной ходим на фотосессию фоткаемся классные такие фотки получаются и я решила снять для вас неделю влогов вот сегодня будет первый день сегодня у нас очередная фотосессия сегодня мы плаваем на катере и также фотографируемся сейчас я проснулась до начнем сначала я проснулась сегодня выпила кофе у меня мама в гостях с денька сейчас пойдем погуляем нам придут чистить кстати к нам придут чистить наш кондиционер вдруг в один момент я сижу смотрю там сериал делаю дела параллельно и да я умею смотреть сериал и делать параллельно дела и слышу капает сквозь наушники что-то начинаю присматриваться представляете капает с кондиционера я испугалась мама говорит да ничего страшного у нас там было такое там у кого-то в общем надо чистить кондиционер сегодня мы вызвали мастера стоит это полторы тысячи рублей мама горю что в течение часа дома в течение часа где-то будут нам это делать пока он будет делать мы погуляем с малышом час от моего ждем я как раз уже оделась на прогулку с малышом вот потом планирую я прийти помыть голову накраситься одеть платье в пол у нас хорошо что сейчас не так жарко я еще платье собираюсь длинным рукавом одеть потому что мне кажется на катере такая плыву и и вот этот вот ветер и платье такое на раздувается короче должно быть очень красиво и сегодня мой третий день с крестинкой как бы планируем получается проводить вместе и тусить ну и думаю надо снимать каждый день вот чтобы вы знали вот неделя неделя из моей жизни до недели влогов в общем поехали мы вышли на нашу площадку дэнь кидай мяч маме там он мальчик играет и дэня смотрит на него ты давай почему нет давай футбол поиграем пошел в пакетик мячка что такое и чё пакетик то клади мячик сюда нет ну так она лишь и ты не придумал новую игру где мама лично рос корячку так берем мячик и он его китай супер а мама бегает сидит в ожидании чудо чудо не попала день качет готовится пойдемте посмотрим ну-ка что наш дэнечка готовит что ты кашку готовишь кашку ой ты на накладываешь даже двумя ложками ты прям как профессионал а это вот как дома уже по-свойски ставь подогреть нет на печку все если там дом будешь так готовить конечно печка у нас сразу сломается пока дэнечка играет мама может и ножки под загореть людей мало сейчас песочницы никого нет поэтому я могу так вот ножки подкатить немножечко шортики и ножки будут загорать и ручки тоже вот и личико что мои хорошие это треш третитэш блин нам делали этот кондиционер четыре часа у нас просто там так устроена сплит система что в общем то очень сложно было его почистить его ни разу не чистили так что выпало это на мою долю практически в общем мы его почистили и уже бегом я начала приводить себя в порядок хотела накрутиться но не успела еще параллельно с девочкой этом созвонились списались в общем я в последний момент начала всю себя укладывать так я приехала тут должна быть кристина ждем ее принарядилась не накрасилась не накрутилась не накрасилась что еще я не сделала одела платье вообще под него должны быть босоножки но я одела с кроссовками в принципе мне тоже кажется ничего но еще она длинновато я его видите здесь подтянула подкрутила она все равно он в полу то пока я прошлась уже она снова в пол поднялась короче ждем кристина я хочу скорее же залезть на лодку пофоткаться и честно говоря все отдохнуть эти три дня фотосессии я устала в общем беру с собой на катер будем крутиться вместе кататься точнее сюрприз что такое может быть только в моем влоге все не гладко все не сладко в общем на кристина распала нормально она проспала тут как бы запись по моему плотная но не знаю сейчас спрошу у капитана благо капитан наш можно сказать член семьи моего брата очень близкий друг с детства поэтому я спрошу у него нет ли записи конечно после нас и кристинку наверное придется подождать 20-30 минут пока она придет если конечно есть запись то придется покататься нам оставшееся время и возможно только сфоткаться и вообще не покататься либо только покататься но не сфоткаться нужно будет выбрать вот ну в общем сейчас придет алексей и я у него спрошу что же делать страшно конечно лёша тебя какой стаж кстати смотрите смотрите ну чё крестик нолик ты добралась до нас я всем сказала что ты опоздала но хорошо что у нас алексей здесь работает почти родственник моего брата и поэтому мы по максимуму прокатимся здесь сколько есть возможностей начинаем иху ехать быстрее ехать быстрее Поехали? Мягко-мягко. Аккуратно. Я бы встала, но я переживаю. Мягко-мягко-мягко-мягко. Мягко-мягко-мягко. Мягко-мягко. Мягко-мягко-мягко. Ну что, мы покатались с Кристюшей. Сейчас я спрошу, как она вообще. Но я, честно говоря, безумно довольна, счастлива. Нереально крутые фоточки. Девочки, обязательно заходите в наш инстаграм. Мой, точнее. А там уже... Ну я не выставлю здесь два инстаграма. Я не говорю выставлять два инстаграма. Я говорю, заходите в мой. Заходите в наши инстаграмы. Но я здесь отмечу свой инстаграм. И такие фотки. И Кристина меня так нафоткала. Боже, одна фотка лучше другой. А у нее рыжие волосы. У нее не рыжие сейчас, а красные такие, видите? Красно-рыжие. И это тебе цвет больше идет. Напишите в комментариях, кстати, как вам нравится вот такой цвет у Кристинки. Реально, мне кажется, еще лучше ей с красным. И фотки там просто такие сочные. Прям, я говорю, сочные. И на такой... Что? Мы катались на каком-то катере скоростном? Крис Крафт. Крис Крафт называется, да. Очень круто. Катались. Водил нас капитан. Возил нас. Водил. Капитан. Это Алексей. Это друг детства. Я его знаю. Вообще чуть ли не с пеленок. Это друг детства моего брата. Это крестный. Он же крестный, да, был? Он же крестный Насте. Ты сказала, он к маме. Да, крестный Насте. А мой брат, он крестный сын Алексея. И они уже дружат с детства. И я знаю, уже столько всего, в общем-то, вместе прошли. И очень приятно, когда какие-то, ну, можно сказать, родные уже люди, да, проводят с тобой время. И нас Алексей с удовольствием покатал. Он нас и двоих пофоткал. С ветерком. В общем, все очень круто и весело. Ну, и мы, конечно, друг другу с Кристинкой пофоткали. Ну, фотки вообще огонь. Огонь, 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 огонь. Крестик новый. Распусти волосы. Покажи нам красиво цвет волос. Не хочешь? Всем привет. Меня зовут Кристина. Переходите по ссылке. Ссылку я обязательно на тебя ставлю. Скажи, ты давно каталась на катере? Расскажи, как. Мы не на катере катались. Мы катались на Крис Крафтер. Первый каталась на Крис Крафтер. А что это? Не катер, а что это? Корабль. Лодка. Надувная лодка. Слушай, ну, последний раз, по-моему, мы с Алексеем катались, да? Когда? Да? Это я путаю, да. Это моя бывшая подруга. Ты не сомнила тогда. Это моя бывшая подруга. Вы гуляли, сучки. А потом рассказывали. Да мы случайно, мы не запланировано тогда, я помню. Мы сидели в кафешке. В тот день. Ты знаешь, шучу. Да понятно, что ты шутишь. Ну, давай, расскажи, как ты хотела. В тот день. Да вы рассказывали вообще ничего. Просто мы гуляли. Мы рассказывали ничего. Короче, сегодня день любви, себе и верности. А сегодня ничего нет. За вас. Да, мы, короче, взяли вина. Я два глотка выпью. Смотри, как красиво. Подсветку включили, глянь. И все сразу заиграло какими-то, глянь, красками красивыми. Я вообще взяла безалкогольное пиво. Вот оно. Ну, сейчас я сделаю два глотка вина. И потом буду пить безалкогольное пиво. Конечно же, это нарезочка сырная. Я очень люблю. Кристи, попробовала уже? Какой сам вкусный? Конечно, вот этот и вот этот. А, ты же с плесенью любишь. А еще как бы так, смотри. Это мед. Не дерись. Опа. И вином забить. Вот, теперь забить. Вообще, у меня как всегда, как бы свои планы на вечер. И мне все время кажется, что у Костинки таки. Подожди, подожди. Ну да, я расскажу ситуацию. Да, я такие же, да. Мне тоже все время кажется, что у меня такие же планы, что Василина позагорала, а я посидела бы в предбаннике и подождала Василиену. У меня тоже такие планы, да. Я думаю, вот я тоже сижу и думаю, когда же ты пойдешь загорать, что бы посидела там возле... Чтоб я посидела прям. А вообще, там не предбанник, там детская комната есть с игрушками. И я прям сижу и думаю, когда же опять это... Вот я сегодня думаю, опять вот, когда, Селена, когда ты меня поведешь в спа, вернее, в солярии. Короче, на самом деле, мы просто сидим сидим... Сегодня плакать буду я. Мы уже попили, как бы поели, все нормально. И я говорю, Крис, ну, ну, как бы, давай уже пойдем. Она куда? Я говорю, как, куда в солярии? Но она в солярии не хочет. Кстати, ты тоже можешь со мной пойти позагорать? Не хочешь? Наоборот. А ей нельзя. А ей, блядь, сверненько. Товарищи, ваша Селена немножечко очень наглая. Я уточню. Ну, мой, сегодня Кристина гордилась моей наглостью, говорит, наоборот, второе счастье. Мы сели за стол в то место, где сесть невозможно. Не быстро уходим, мы тут уже два часа сели. Для Кристины два часа мы быстро уходим. Короче, я хочу в солярию спидеть, он работает до 11. Я же неделю туда не могу попасть после своего спа. Я не помню, ты ходарей, и мы будем переработать, да? Мы в солярии, и потом я домой. А я куда? Тоже домой. Не, хочешь со мной зайдем вместе с кабинкой? Мы можем даже вместе позагорать. Мы одно целое. Зайдем кабинку вместе? Кристина остановилась здесь и говорит, посмотри, я не могу насладиться этой красотой. Ну, правда, очень красиво. Это Ростов, детка. Это наша набережная. Я не устану повторять, что... Вообще, в моем блоге мы всегда рассказывают о трусах. А, ну да, было дело. Я вообще не устану говорить, что те, кто когда-нибудь приедут в Ростов, погостить к нам обязательно, куда нужно сходить, это на нашу набережную. Причем пройтись от Буденовского моста до Ворошиловского и дальше. Дальше, дальше Ворошиловского моста. У нас там идут причалы офигенские, где можно покататься на катере, как сегодня, на яхте. Вот так вот у нас на набережной происходит почти каждый день. Красивая музыка, огни. Кристина, она агрессивная. Посмотрите на нее, свет прям... Я в шоке вообще. Еще я сказала, агрессивная? Я не виновата вообще. Мы садились в машину, я говорю, Кристина, напомни, пожалуйста. Ты сама виновата в том, что ты сделала меня такое... Зачем ты укусила меня за шею? Ты сама в этом виновата. Серьезно. Если бы... Ты меня называла! Нормально? Вот как у человека... Она мне говорит... Ты сама меня укусила за шею. Как у тебя говорит фантазия вообще вот получается. А на самом деле сейчас вот сидит и просто ей в голову пришло, что я укусила ее в шею. На самом деле я ее не кусала. А вот это кто сделал? Да я бы жила себе спокойно на подушке. И жила. Про что вообще? Вот тебя поймут нормальные люди. На какой подушке? Зачем ты делала, чтобы я тоже снимала блогера? Вот этого бы не было. А это... Ты меня взяла в шею. Короче, на самом деле мы уже сходили в солярий. Я точнее позагорала. Мне кажется, я какая-то красненькая. Я чуть не уснула, пока меня ждала. Ну, такова судьба подруги, которая любит ходить в солярий ночами. Скажи... Что-что? Да, все, ждем такси. Я жду уже. Да, мы ждем такси. Очень прекрасное время провели сегодня, да? Вообще сегодня как футинь. Вот так бы каждый день, да? Смотри, какие... Смотри, какие... Вот я боюсь таких людей вообще, блин. Скорее выключать вообще свет и все, девчонки. Все, ладно, пока-пока-пока. Спокойной ночи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok